В основе работы прямой телефонной линии лежит принцип максимальной открытости власти для населения. Когда каждый горожанин может обратиться с проблемой или задать любой интересующий его вопрос и получить компетентный ответ, помощь, совет профессионала. В этом мы еще раз убедились, приняв участие в проведении прямой линии заместителем городского головы Юрием Сильванским. Большая часть проблем, волнующих енакицев, касалась работы коммунальных предприятий. В частности, горожане жаловались на работу горводоканала, действия ЖЭКов, плохие дороги в Юно-Коммунаровске и так далее. У меня такой вопрос. Я слушаю вас. В общем, бью с мая месяца поменять стояк. Я живу первый этаж. Всю зиму просидело 15 градусов. Ну, сказали в мае, жди августа. Август, сентябрь, год, здорово, богу, октябрь, 13-е сегодня. Кормят меня завтраками. Сегодня, завтра, сегодня ждите, вам как. Сколько можно ждать? Раиса Георгиевна, одну секундочку. Так, представитель уже в КХ, кто? Раиса Георгиевна, еще раз адрес точно скажите. Краснофлотская 140, квартира 61. Сергей Александрович, Краснофлотская 140, квартира 61, значит, с мая месяца человек не может добиться замены стояка по центральному отоплению. Значит, до конца, до конца, до конца этой недели. Сначала обследуем, надо же. Жек, уже не раз обследует, не раз обещает. Нет, не раз обещает. Они как у музея ходят, с камня. Он с камня, или как? У музея, возьми, с камня, как музей, по полюбию. Раиса Георгиевна, завтра Жек с утра займется этим вопросом. И до конца этой недели, с учетом понедельника, вам замены стоят. Хорошо. Базаренко, Войка, Латрия, Розоловка. Имя, учет, расскажите ваше. Татьяна Владимировна. На 2-3 тема, Городоканал. Больше месяца я уже звоню туда, чтобы устранили порыв. И главный инженер здесь был, когда трубу меняли общую. Но порыв так и есть. Так, одну секунду. Виктор, что у нас с этим вопросом? У нас проблема с техникой. Не, ну хорошо, когда мы это делаем? Неделю срок. Я ровняю не вставать. Неделю срок. Татьяна Владимировна. Давайте так, давайте так с вами определимся. Водоканал слышит наши разговоры и просит неделю срока. То есть, если сегодня 13-е число, давайте мы ему дадим срок до следующего четверга. Пора только не лично перед моим домом. Понятно, понятно. Он уничтожается между Войкова 20 и Войкова 22. Но вода все льется именно ко мне. Хорошо. Срок ставим в следующий четверг. 19-й. Прошу прощения. 20-й. Прошу прощения. Хорошо. Спасибо. Жительницу города Юнокоммунаровска интересовала состояние дорожного покрытия по улице Ильича. Елена Михайловна, значит, облах администрации на сегодняшний день рассматривается программа, в которую мы включили капитальный ремонт дороги, оставшегося участка дороги по Ильича. Если они, скажем так, одобрят это и выделят денежные средства, то мы это сделаем в этом. Если нет, за свои деньги весной. На сегодняшний день есть второе принятое решение, что фрезой наше коммунальное предприятие счистит бугры, если можно так выразиться, и потом, и потом весной мы уже будем капитально асфальтировать. Потому что на сегодняшний день день с местного бюджета выделить не представляется возможным. Если областная программа заработает, то, я же еще раз повторяю, будем делать в этом году. Если нет, тогда весной. Все поступившие во время прямой линии жалобы горожан рассмотрены, и в ближайшее время недоработки будут устранены. Недовольные исходом матча футбольные фанаты пришли к гостинице, в которой проживают болельщики команды соперника. Сотрудникам патрульно-постовой службы приходится сдерживать напор и одновременно вызывать подкрепление. Мы находимся возле гостиницы лифт, приближается толпа людей. По такому сценарию 13 октября инакийские правоохранители отрабатывали свои действия, которые готовились к проведению чемпионата по футболу Евро-2012. В качестве тренировочной площадки выбрали территорию возле костиницы лифт. Агрессивно настроенные фанаты не успокаиваются. К месту беспорядков прибывает подкрепление. Сотрудники милиции окружают фанатов. Сотрудники милиции окружают фанаты. Происходит задержание наиболее активных нарушителей общественного порядка. Их по одному вводят из толпы, дальше с ними будут разбираться в городском отделении милиции. Сотрудники милиции окружают фанаты. После того, как ситуация стабилизируется, отопление снимается. Главная цель учений – четкое и быстрое взаимодействие между различными подразделениями органов внутренних дел МЧС. Исходом учений правоохранители, участники и зрители остались довольны. 27 сентября были подведены итоги конкурса «Экологический урок среди школ города», который провели отделы образования городского совета и Накинский металлургический завод. Были отобраны 5 лучших экологических проектов. Эти работы члены жюри оценивали на протяжении сентября, выезжая на открытые уроки в школы города. Награждение победителей решили приурочить к профессиональному празднику Дню Учителя. 5 педагогов получили сертификаты на денежные премии, призовой фонд которого составил 7000 гривен. А 140 учеников, принявших участие в конкурсе, были поощрены памятными подарками от компании «Метинвест». Поздравить и наградить победителей отправились заведующим датическим кабинетом отдела образования Накинского городского совета Ирина Владимировна Тарусина, финансовый директор Накинского антоллургического завода Антон Александрович Мишин, менеджер по корпоративной социальной ответственности Светлана Ивановна Протковская. В этом году в городе Инакиево мы проводили конкурс на лучший экологический урок. И особенно мне приятно, что вы провели большую активность в этом конкурсе. И сегодня я с огромным удовольствием хочу наградить победительницу этого конкурса, Волкову, Елену Анатольеву. Поздравляем большое вам, спасибо за активность. Вручаем вам приз 3000 гривен. Мне хотелось бы добавить, что это не моя же слуга. У нас работала целая творческая группа и учителей активных творческих. Я была всего лишь как бы... Мы знаем, поэтому мы группу тоже, значит, благодарим. И они обязательно сегодня все получат памятные призы. Призы, памятные подарки всем учителям в творческой группе и детворе, которая принимала участие в врачной конференции. И сегодня мы приехали для того, чтобы поздравить и вручить сертификат за второе место, значит, не сделала Татьяне Владимировне, сертификат на 2000 гривен за занятое второе место в конкурсе на лучший экологический урок. Поздравляем. И мы сегодня приехали поздравить Шико Евгения Александровна за занятое третье место в этом конкурсе. Хочется отметить, что нам от души очень понравился. Такой необычный был урок, такой был душевный, замечательно просто. И хочется поздравить вас с занятым третьим местом, вручить вам сертификат на 1000 гривен. И пожелания успехов. И хочется поздравить вас с занятым, вручить ее сертификат на 100 гривен за активное участие в этом конкурсе. Педагоги показали свою заинтересованность экологическими проектами. И хотя некоторые признали, что занялись их разработкой впервые, заявили присутствующих, настолько увлеклись экологической тематикой во время конкурса, что планируют и в дальнейшем развивать ее и активно внедрять в свою педагогическую деятельность.